всем привет с вами визе роботов трансформеров и сегодня на обзоре гигантская модель optimus prime это optimus prime из серии моделей dark of the moon или темная страна уны 2011 год данная модель выполнена в ультимейт классе и я даже не знаю как вам его показывать мне придется встать и вращать он сейчас находится в объединении со своим мега трейлером трейлер давайте сложим чуть легче было показывать а то иначе просто сразу снимем это его орудие орудие немножко доработано по умолчанию она присоединена к этому шлему и одевается и снимается только вместе с ним а так это было бы очень похоже на только когда он являл автоботов в четвертом фильме то есть это вот такая пушка еще она вот так раскладывается мех тег пушка но лично для меня это было как-то слишком уж не суразный элемент и поэтому его действительно просто очень аккуратно застряла застряла пушка давай давай ухты ж блин ну как так то да сделали называется она пауза она этот элемент извлекли потом что-нибудь придумаем по сути этой пушки ни разу никогда не пользовались потому что лично для меня она кажется идиотизмом при использовании в трансформации она больше портит впечатление от интересной модели чем как-то ее функционально улучшает да вот так вот неожиданно во время обзора происходит апгрейд модели трансформера она я не расстроен надеюсь оптимус правим тоже эту штучку вернем ему на место но как выяснилось этот порт слишком был не подготовлен для этого обзора кто ж знал кто ж знал так ну вернемся к оптимусу голова в шлеме красиво руки можно поднимать ноги не двигаются но они могут из стороны в сторону ходить поскольку путня телескопическая она позволяет ему стоять на вытянутых ногах вот такой вот мега супер костюм вполне себе интересный красивый своеобразно давайте извлечем из него оптимуса прайма и вот так вот оптимус прайм находится в этом костюме достаем ногу правую левую и извлекаем оптимус таким вот образом оптимус сам по себе по сути составляет лидер класс то есть в объединении со своим костюмом он ультимейт класс без костюма он уже лидер класс вот так вот он выглядит та же беда слишком мягкое соединение вот здесь давайте рассмотрим самое удивительное если бы эти были детали из пластика которые только что сломались не из пластика из металла что это все пришлось бы связать болгаркой и выпиливать сверлами так голова у него может поворачиваться руки полностью вращаться подниматься локоть поворот локте даже нет кисть не вращается нога вперед нога назад колено тут не немножко двигаться многие стороны тоже есть но соединение слишком вертлявая давайте приступим к трансформации предлагаю начать с этой конструкции она достаточно сложная и интересная я даже не знаю как дотянуться чтобы это все трансформировать для начала закрываем эти части сдвигаем ноги поворачиваем объединяем вместе выворачиваем эти элементы наружу присоединяем эту часть присоединяем эту часть далее вот этот элемент сюда руку прячем складываем это идет сюда вот так вот надо завести оставим условно пока вот так вот руки надо сложить затем опускаем эти части вместе сзади их стыкуем и стыкуем ногам все создает прямую поверхность поворачиваем этот элемент заворачиваем сюда этот элемент также и далее нам надо вывести эту часть сюда отцепляем этот элемент поднимаем так и я забыл очень важную деталь которую надо отцепить надеюсь она отцепится без эксцессов шлем цепляется по середине по краям поэтому очень жесткий процесс трансформации достаточно жесткий эти штучки мы заводим вот туда жесткий процесс трансформации надеюсь слабо нервные сейчас не смотрят затем рука цепляется вот к этой части вот сюда и нога внизу вот здесь до конца не буду потому что потом сложно открывать рука сюда состыковали выровняли и вот в принципе все готово этот элемент можно аккуратно спрятать туда и вон в принципе без дополнительной помощи не будет доставаться и это орудие могло быть присоединено вот сюда мы сейчас это сделаем цепляем цепляем кисть во вторую кисть и вот вот все наш трейлер собран он килограмма два весит невероятно тяжелый но местами очень красивый технологичный контейнер давайте оставим вот здесь оптимус прячем кисть закрываем ее решеткой радиатора прячем закрываем вводим пока в стороны затем раз складываем сзади вот эту всю часть но надо так чтобы она была вот таким образом вторую открываем открываем спереди отцепляем вот эту часть и поднимаем к верху затем нам надо вывести этот элемент сюда голову прячем опускаем вниз и здесь надо зафиксировать в кабину теперь нам надо сдвинуть ноги то есть они вот так вот мы их заводим и немножко сюда здесь есть коннектор нам надо в него попасть это фиксирует ступню в определенном положении относительно рамы вторая часть также и ноги втыкаются вот здесь в эти элементы зажимаются и у нас получается очень симпатичная задняя рама грузовика теперь опускаем вниз руки поворачиваем опускаем поворачиваем опускаем поворачиваем и боковые поверхности и боковые поверхности они одеваются здесь в ногу и вот оптимус прайм в режиме грузовик тягач перед вами в таком формате он был в первом втором он даже в третьем фильме трансформер с четвертого и пятого и шестого фильма он уже меняет форму трансформации в другой грузовик вполне красивая модель и их можно соединить здесь есть наш оптимус в режиме тягач и его фургон трейлер прицеп да ну теперь уже в обратную сторону давайте сейчас начнем с нашего фургона отцепляем 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 вот здесь хорошо отцепилось убираем в сторону это хоть и интересный элемент но и не самый важный вот здесь сложно а ты цирокнул смотри как как сейчас кровь пойдет а потому что а 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 при соединении с помощью вот такого соединения она очень плотно садится в порт и его доставать невероятно сложно если они это делали для детей я сказал хотел бы видеть этих детей потому что мне взрослому мужику без травмы не открыть этот порт так достаем шлем открываем этот элемент здесь поднимаем эти штучки поднимаем эти штучки сразу кверху всю эту часть заводим назад и она цепляется вот здесь да прицепилась можно выгнуть и спрятать сзади открываем эту часть открываем эту часть далее нам надо отцепить отцепить что что не такой прям мега надежный то открываем да уж размыкаем тапки поднимаем ступню поднимаем ступню поднимаем ступню хотя может быть это именно на видео обзор так все сложно потому что точки опоры плюс расстояние при котором я сейчас трансформирую она достаточно высокая обычно так не трансформирует модель старается ее придерживать поближе и поудобней а я вынужден ориентироваться на длину видео так ну и вот наша конструкция готова можно в принципе сразу присоединить шлем оптимуса прайма не вижу вот и приступить к трансформации оптимуса начинаем с брызговиков поднимаем эту часть кверху поднимаем эту часть кверху можно сразу сложить максимально компактно чтобы оно в последующем не сильно мешалось открываем боковую панель также отцепляем вот эту часть отгибаем этот элемент разъединяем поднимаем кверху фиксируем выводим в сторону это вперед затем нам надо освободить ноги выводим их сюда отцепляем набор гола сразу выпало поднимаем кверху и здесь надо нам завести сюда опускаем и прижимаем все хорошо часть опускаем сюда выравниваем затем эту часть сюда поворачиваем открываем достаем оптимус ну и теперь давайте режим объединения для этого мы опускаем ступни вниз руки пока выводим вперед и нам надо будет зацепить оптимуса вот здесь и здесь это вот порт 1 и порт 2 иди сюда мы его заводим нам надо убедиться что он встал встал все он встал на свои места теперь присоединяем ступню на свое место закрываем накладкой вторую ступню также закрываем накладкой ноги интересно обрисовываются и поднимаем этот элемент и ставим на место усиливая его торс затем нам надо соединить руки с большими руками можно сказать что это апекс броня так вот полностью да вот теперь ровно рука строилась идеально соединили 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 все хорошо плечи великолепно шлем видите шлем без пушки смотрится неплохо эти конечно рогатки мешают но как есть дальше крылья дальше вторые крылья эти штучки можно опустить как будто это турбины и элементы уже по умолчанию как хотите как вам хочется как надо как не надо и вот оптимус прям во всей своей гигантской и очень тяжелой красе надеюсь было интересно познакомиться с этой моделью вы услышали мои впечатления одни и вторых моментов соединения трансформации как выяснилось даже спустя 11 лет можно найти какой-то элемент который обязательно может сломаться и в этом проблема практически всех трансформеров есть всегда какая-то вещь которая может ввиду определенного количества времени жизни детали сломаться вот такая вот история подписывайтесь к нам ставьте лайки приезжайте в музей всем до скорых встреч субтитры